александр вам задавался вопрос о нашем канале рассказать по поводу растяжки какое ваше мнение и как вы сделали так что смогли сесть на шпагат там свои скажем так два года здравствуйте друзья я мое мнение какое растяжка нужна обязательно но то что я вот сел на шпагат это я думаю потому что я все упражнения всегда делаю с полой амплитуды я начинаю разминаться с маленьком вес и прибавляю прибавляю и всегда я сделаю делаю все все всегда все упражнения с полой амплитуды ну и поэтому видимо у меня все растяну туда и поэтому я легко я обещал сесть на шпагат через месяц я сел но сейчас меня пригласили в красноярск 21 марта и даже вон если томск 11 марта то я могу 11 марта сесть ногу на шпагат поэтому я всегда поддерживаю гибкость я всегда стараюсь белские сухожилия не запускают эластичные и в растянуто положение но видишь саш на все если я делаю все на с полой амплитуды но я вот не говорю что у цыпленкового бицепс там на всю руку до этого парень там один борется тоже на руках там такой бицепс вот но я видел вот этих вот ребят которые армрессингом занимается у них все на короткой амплитуде ульяновский один парень вот он призер россии тоже не короткий бицепс потом с волгограда парень приехал в тяжелом весе 110 он поехал в чебоксары на турнир я смотрю тоже бицепс короткий они все делают вот с короткой амплитуды но я вот сам вроде небольшого роста вот смотрите бицепс длинный трицепс длинный почему потому что я полностью если советую с негативная фаза растяжения мышцы на полно да 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 если советуют вот прямого угла с прямого угла представляешь большой вес сдвинуть с места а если я немножко сделаю чуть-чуть я все равно сам же разгибали да и чуть-чуть я сделаю чуть-чуть немножко растяжка зато я растяну полностью 30 и сокращу растянулся кращу поэтому трицепс растянутый бицепс тоже всегда с полной амплитуды начинает что бицепс бедра что все с полной амплитуды в общем растяжка такое же качество которое нужно развивать так же как и и конечно длинные мышцы длинные они сильнее они эластичные они сильнее как вот мы с Артемом была же передача насчет трицепса вот рука вроде у него больше а у меня вот раз трицепс разъехался разошелся и рука получается в два раза чуть-чуть в два раза больше она и качественная большая и уса разделяется потому что мышцы эластичные длинные эластичные мышцы я думаю мы полностью ответили на вопрос я думаю что ответили полностью растяжку надо поддерживать всегда потихонечко если не растягивать аккуратненько тихонечко но я всегда поддерживаю даже вот видишь возраст да там 62 года на шпага даже нереально просто молодому парню тем более чем не сесть конечно но всем всем спасибо задавайте вопросы будем отвечать на нашем канале всем пока сегодня у нас как обычно суббота короткая тренировка сегодня легкие день делаем два упражнения на спину и кардио 45 минут я затруднился честно говоря какими нужны упражнения я помню что они должны быть не базовыми и максимально легкими мы сегодня поделаем тягу например вот в этом тренажере в горизонтальном и 4 по 15 тягу прямыми руками для первого упражнения мы используем тренажер для фронтальной тяги так то есть настроим вот таким образом чтобы у нас нагрузка уходила на центр спины беремся обратным хватом таз немного отвели назад дальше плечи лобки такие в два движения в два этапа раз два то есть плечи сначала мы отводим за счет трапециевидных круглых мышц подосных мышц дальше приведение локтя назад мы делаем за счет широчайшей мышцы два этапа да 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 обратно хорошо руки до конца не выпрямляем локтя чуть-чуть согнутыми оставляем только плечи у нас выходят вперед хорошо отдыхаем как раз таки следующей неделе у нас пойдет силовая там посмотрим насколько да вот эта легкая неделя дала нам возможность восстановиться перед тяжелой и насколько мы повысим силовые показатели исходя от предыдущих я думаю что повысим потому что первые показатели их даже силовыми не назвать это были просто показатели бессиловые бессиловые показатели вот так следующим упражнением мы будем использовать тягу прямыми руками с верхнего блока для низа широчайших мышц так по технике объясняю отходим немного назад спину прогнули широчайшими мышцами спины приводим руки на себя то есть опять же растягиваем узкий хват обеспечивают нам именно работу низа широчайших если у нас хват был бы широким то работал бы верхнюю да нужно максимально прогибать именно в той точке когда мы подводим гриф да как бы грудь наоборот выдавать вперед таз назад это для первого руки стараемся держать во всей амплитуде абсолютно прямые лучше абсолютно прямые еще два раза все хорошо и вот сегодня у нас будет три сет на пресса состоящий из трех упражнений первым номером пойдет подъем ног сидя 30 повторений дальше гиперэкстензия на поясницу и последним номером это скручивание ну или подъем корпуса на наклонном скамье все хорошо все хорошо а а а он а до он а 30, хорошо Ну что, я тогда пошел на кардио Мы там закончили Да, спасибо за тренировку Увидимся На следующей неделе На следующей силовой Субтитры создавал DimaTorzok